Конечно, я ставлю их глубже, чем края колынки, миллиметра на 3, как минимум, потому что, ну да, есть уже опыт, что происходит, атрофия, конечно, и меня абсолютно не смущает, что я большие лоскуты мобилизирую для этого, да, потому что там, конечно же, большие дефекты получаются, слизистые. То есть, вы ушиваете? Да. Я все ушиваю, все вообще чистую. Вы не ведете это формирование? Нет, я не работаю этой методикой, я еще раз сказала, да, и там просто мой выбор. Мне очень нравится, потом, да, на этапе раскрытия имплантатов и на ФДМах я моделирую так, как мне это нужно, потому что все равно эти вот размозженные ткани, да, как, ну что мы удаляем? Мы же не удаляем здоровые зубы своими, да, под имплантацию? Мы удаляем всякую разруху. Ну, ауризоциненную. Печальную, да. Перегородку в основном. Ну, сейчас на руку ее надо так удалить, да, оставить. Я стараюсь угодить доктору, который будет потом работать. Нет, ну, более, конечно, в каком-то выгодном ортопедическом положении. Это зависит от того, как зуб, да, бывает, что вот какой-то нахуй лун кормит, какой-то лунка вообще может выглядеть. Я очень часто использую компрессионные методики при установке, особенно на верхней челюсти, не сверлом, не фрезами, да, усталатомами я очень много работаю. Потому что верхняя челюсть, особенно, например, зона, да, седьмых, восьмых, на вторых, третьих маляр, она является, конечно, там, четвертый класс костной ткани. И не до последнего у вас культоника? Нет. Но костный гравц тоже. Ну, стараюсь вообще, я даже, в общем, мало, честно говоря. Если он заходит туда... Я иногда на этапе, вот, ну, как бы, по сути, как выглядит, что две трети имплантата я уже поставила, потом я постепенно начинаю просто по периметру высыпать чуть-чуть этой крошки и закручивать уже. Ну, это именно для того, чтобы она уплотнила вот, кстати, такие расходящиеся воронка, когда у меня такая воронка именно наверху. А если у меня такой четкий какой-то канал и переимплантный канал, который я посверлила... Ну, ладно. И уши, и свои снижения стоят сюда? То есть на сгустке оставили, и уши до снижения? Да. Ну, я очень часто так и делала, не знаю, мне... Так все равно кость из этого сгустка, она не образуется, зачем туда добавлять, если все хорошо, если это какой-то молодой... Единственное, что... Ну, я его не перетягиваю, как на перфорациях, там, вы имеете в виду уронтральные сообщения? Ну, да. А там же немножко методика другая, там щечная ножка, которая должна была вообще со щеки выкраиваться, да, вы помните эти... Я забыла автора, это наш московский профессор ее придумал, вот... Нет, а там филатовский стебель, это с другого места. Это санкт-петербургский профессор был. А здесь ножка филатовая, это с груди. Нет, я имею в виду... Это для пластики лица называется. Ну, естественно, не щеку я перемещаю, да, как там при антральном, а просто слизистую, да, собственную вот этим, через муко-генгивальную границу, десну, сближая. Ну, наверное, да, широкие. Очень широкие бывают, да? А имплантаты тоже были? Нет. Нет. Ну, я вам могу сказать, что я пластикой на этапе установки имплантатов занимаюсь в основном во фронтальном участке. А все, что... Ну, до первого-вторых премоляров. А все остальное, поскольку я устанавливаю формирователи вторым этапом, я делаю перемещение по палаче, вот эти вот все, и формирование сосочков уже вторым этапом. Мне это, в общем-то, несложно, это более такой, с моей точки прогностичный вариант. Потом я раскрываю имплантат, и я вижу уровень кости, какой у меня образовался, да, потому что на томографии это не всегда достоверно, они фонят очень здорово и не всегда корректно отображаются. Вот зачастую придешь, смотришь, боже, что это у меня облез такой имплантат, какой кошмар, ты раскрываешь, он весь костей. Ну, то есть это частая история, да, тоже, все знают о ней. Вот, поэтому я профилактикой занимаюсь во фронтальных участках почти всегда, и в области премоляров верхней челюсти почти всегда, потому что там зона, да, и, во-первых, эстетическая, во-вторых, там тоже зона напряжения, вот о том, о чем вы говорили, контрафорсов, и дополнительный создать им объем никогда не мешает. Вот, и поэтому там, да, а в области других каких-то боковых зубов я не делаю на этапе установки имплантатов, еще и мягкая ткана, и там и там такая, если это одномоментное удаление, там и так такая травма уже, и такое количество, все-таки дефект такой большой, мне кажется, что этого достаточно, надо зажить, и потом уже все ткани можно переместить одним движением без всяких свободных десневых транспортов. А мы вот об этом сейчас и говорим, да. А потому что вы же не знаете, как в итоге сформируется все это преддверие, как где будет выглядеть слизистое после перемещения и так далее. Меня, в общем-то, это сильно не смущает, поэтому я работаю таким методом. Это не показания к действию, ни к чему, это просто, я думаю, что все взрослые, опытные, они все работают как им удобно. Значит, ну мы от неприживления имплантата переходим к очень частой истории заглушечным переимплантитам. Возникают они, как правило, спустя месяц после установки имплантата, и могут жить себе спокойно до 6-7 месяцев, ну, по сути, до раскрытия имплантата, когда у нас наступает второй этап миклорологического лечения. Что с этим делать? Выкрутить, трогать. А работать? Что не трогать? Ну, указать же это. Да. Я считаю, что первые 4 месяца не надо его трогать, пусть он там получит, чего угодно делает. Если болевого синдрома нет, если это не отторжение, да, такое вот классическое, с болью, там, с другими делами именно имплантата, если это заглушка, она никак не беспокоит, она просто побаливает, может, каким-то там маленьким свищиком выйти. Я назначаю антисептик 0,2-хлоргексидин, проколол его в зомдом и отпускаю пациента, потому что трогать заглушку имплантата в этот период нельзя. Вы находитесь на пике остеорезорции в переимплантной зоне, да, начиная с первого месяца. Да, и у меня был такой опыт, я решила тоже открыть, сейчас промыть все это, почистить быстренько. Ну, конечно, конечно, я его и достала вместе, это было полтора месяца, как раз, ну, все закончилось хорошо в итоге, но у пациентки, да, продлилось лечение вместо 4 месяцев на 8. Поэтому, ну, в общем, я советую его не трогать. То есть это у докторов, которые... Он просто стабилизировался там, где была гвоздь, а верхняя часть, ну, все равно, или нажимала? Нет, они были. А когда вы говорите, потому что через месяц там что-то стабилизировался? То есть, у него такая была на всеми обратно, что-то... Подвижность? Нет, ну, вы говорите, через 4 месяца, да, там... Да нет, я переставила просто имплантат, у меня выкрутился имплантат. Вы стали закручивать заглушку, он выкрутился, есть имплантат. А потому что там, если он настолько нестабилен, где-то оранжевая того, что через месяц он вдруг все-таки там интегрировался? Нет, у нас идет... Вы имеете в виду, если я выкрутила, там ничего не интегрируется, он просто заживает. А если мы не достали? Не трогать. Не трогать. А через месяц еще большая резорция? У вас от 4 до 8 недель пик остальной резорции в области имплантат. Правильно? У вас еще большая будет резорция. А потом у вас начнется наоборот... А через 8 недель его уже пропустила. Это кто-то, куда? 35-50. Ну, я так не делаю. А у меня как никто не подвижный с ним. У вас считается, сколько вы отрекции? Ну, в сером виде, потому что с ним нижний, через два месяца. То есть через два месяца я его открываю. Ну и пока там он в Вените... Вы же понимаете, что нету никакого там процесса интеграции, регенерации, что это механическая стабильность? Но вы работаете же с ФДМом, это вообще не ваш случай. Нет, не всегда. Мы с ФДМом не всегда работаем. Это избирательность. Например, я через месяц открыла задушку, выкрутила формировать. Если не было пластики, там через неделю он уже выглядел, я закладывала задушку, портопед. Ну, все. То есть, грубо говоря, в течение месяца уже работа задается. То есть через три месяца в СОР-поцент вываривали нижнюю челюсть. Вот там что. А тут вы на восемь неделю получаете и кости у резонции. Ну, вообще, да. Это не я говорю. Нет, я могу сказать. У нас имланды неподвижные закручиваются спокойно. Вы понимаете, что вы их... Вот на какую установили их стабильность? Ну, вот установили. При установке 40-50. Ну, так вот в этом... У вас же компрессия идет, поэтому они у вас, конечно, будут стабильнее. А то, что там идут параллельно процессы, ну... На 35. Нет, подождите. Давайте говорить о разной ситуации. У меня и на 75 есть торг. Я иногда и на 75. Нет, да у меня есть исследование... Ой, у меня есть работа и на 75, и на 45 есть. Зарывается. Зарывается.